Рак питается сахаром. В исследованиях, проводимых специалистами по молекулярной биологии раковых клеток в Национальном институте рака в Штатах, было выявлено, что раковые клетки имеют в 7 раз больше инсулиновых рецепторов и в 10 раз больше рецепторов инсулиноподобного фактора роста по сравнению с нормальными клетками. Таким образом, раковые клетки могут забирать и утилизировать глюкозу в 17 раз быстрее по сравнению с нормальными клетками. Рак похож на диабет. Он требует скурпулезного внимания каждый день, и это на всю жизнь, а не только от химии до химии. Всемирный фонд исследований рака рекомендует употреблять не более 200 граммов красного мяса в неделю. Существует прямая связь между уровнем заболеваемости рака и потреблением мясных продуктов. Чем больше мы едим мясо, тем выше риск заболеть раком. Ученые уверяют, мясо свиней по вкусу и многим другим параметрам очень схоже с человеческим. И наш иммунитет распознает состав такого мяса, как чужеродный, и вырабатывает против него антитела, так возникают многие аутоиммунные болезни. Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружила в мясе новую пугающую их молекулу. Это вещество химики относят к сахарам и обозначают их соединением с кодовым названием NU5GC. Негативные качества этого вещества накапливаются с годами в организме, а наш иммунитет распознает эту молекулу как чужеродную и вырабатывает против нее антитела. В результате таких атак возникают аутоиммунные болезни, красная волчанка, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, миопатия и даже болезни Паркинсона, Альцгеймера и ряд других. К сожалению, это еще не все беды от нового сахара. В больших количествах его обнаружили во всех злокачественных опухолях. Именно поэтому все чаще мы слышим советы от онкологов ограничить потребление красного мяса во время лечения и придерживаться определенной диеты после терапии. Съедобны ли модифицированные продукты? Нас уверяют, что такая пища совершенно безопасна. Чтобы это подтвердить, необходимы многолетние испытания. Но уже сейчас известны нюансы, на которые стоит обратить внимание. Например, ген из подснежника, внедренный в картофель для устойчивости к колорадскому жуку, вызывает повышенное содержание растительных пектинов. От такого продукта страдает иммунная система – кишечник. Помидор, содержащий ген рыбы, который был внедрен для повышения морозоустойчивости, вызовет аллергию у тех, кому рыба противопоказана. Большинство ГМ-растений содержат ген устойчивости к антибиотикам. Такие продукты приведут к тому, что традиционные методы лечения с помощью антибиотиков будут неэффективны. Это лишь малая часть примеров неожиданного влияния на организм ранее привычных для нас продуктов. Но вызывает ли модифицированная пища онкозаболевания? Ведущие лаборатории во Франции и России проверяли действия генномодифицированных продуктов многие годы на лабораторных крысах и получили шокирующие результаты. Множественные доброкачественные опухоли с последующим их перерождением в злокачественные. И главное, во втором-третьем поколении эти крысы уже не давали потомства. Мы то, что мы едим. К этому выводу пришли еще древнегреческие мудрецы. Прогресс дает нам массу преимуществ, но мы сами вправе решать, какими продуктами промышленности пользоваться, а от каких стоит отказаться. Субтитры создавал DimaTorzok